Когда физически, применяя силу, палки и прочий инструмент, разбивали стекла, действие милиции я считаю правильным. Милиция разбила камеру моему коллеге с Белопана, милиция на моих глазах разбила камеру РЕН-ТВ. Я думаю, милиция отличает оператора от митингующего с палкой. Я думаю, что не могу я сказать на этот случай, я говорю только то, что вместе с вами видел в интернете. Но интернет никто здесь не... То, что я видел, я вам ответил. Но то, что разбили, то, что нет на видео, давайте честно скажем. Если есть на видео, я думаю, это судебный вопрос и возмещение компенсации, если вы так считаете. Я думаю, что это действительно журналиста, моя позиция журналиста, камеру, технику разбивать, это уже, мне кажется, перебор. Но опять-таки надо смотреть действия журналиста. Я не хочу здесь судить, это не мои права. Вы считаете, какую меру ответственности должны или не должны понести вот эти альтернативные кандидаты, которые организовали это выступление вчерашнее? То есть может ли здесь речь идти об уголовной ответственности? Будете ли вы считать это справедливым? Я считаю, что у нас есть закон, если это будет приравнено как уголовный кодекс, уголовная ответственность, соответствующая статья. Статья регламентируют от и до. Мне будет очень жаль, что будут не только пострадали физические люди на площади, но и пострадают потом, находясь в заключении. Это будет очень жаль. Но что могу сказать? Если еще раз говорю, будет применен уголовный кодекс. Я не могу судить, более того, я думаю, что есть много доказательств в виде съемок, свидетелей, это все будет идти процедура. Мне очень жаль, но еще раз хочу сказать и напомнить. Когда 9 дней назад мы встречались с кандидатами в президенты, я присутствовал на этой встрече, а некоторые не присутствовали, были их доверены лица, руководители штабов. Я тогда сказал известным людям, в том числе Владимиру Некляеву, Владимир, почему мы хотим физически, готовя людей, а ведь так было сказано, готовя людей на площади 19-го числа доходить до штурма, ведь так и рассматривалось, и резиденции, и дома правительства, радио, и телевидение. И я не думаю, что эти взрослые люди, которые присутствовали, нас 9 человек, присутствовали, говорили или шутили так. Это был серьезный разговор. И воспринять его, я его воспринял как очень серьезный и сказал, я прошу обратить внимание, 19-го числа нет результатов. Говорить о том, что есть фальсификация, или кто-то недоволен, или есть доказательства фальсификации, есть процедура. Но давайте мы это рассмотрим в понедельник. Почему это нужно собирать людей тогда, когда еще, даже урны, когда еще идет голосование в 19 часов вечера? Зачем собирать этих людей? То есть Вы хотите сказать, что изначально планировался штурм администрации президента? Я изначально и ранее на пресс-конференции говорил, я не согласился с предложениями некоторых присутствующих лиц, в том числе и числа кандидатов в президенты, на то, что нужно готовить сценарий на предмет применения физической силы, в том числе и штурма. То есть Вы такие предложения рассматривали? Да, эти рассматривались предложения, они были в ходе разговора, мы сидели за круглым столом. Я с этим не мог согласиться. Конечно, что-то я не все сказал, но сегодня я могу это сказать. Я категорически против, я сказал, это невозможно. Пробачьте колеласка, Олег, это не махчимо. Размова была на белорусской мове. Но я сказал, это невозможно, потому что за этим, во-первых, это, ну я уже повторяюсь, преждевременно, нет информации. Я говорил, а кто будет ответственный? Каков сценарий? Где будем присутствовать? Где будем собираться? Какой период времени? Мы потом поглядим на площадь. Но когда и я просил, и говорил, в том числе, еще раз повторюсь, на пресс-конференции, когда площадь и толпа, то это, извините, непредсказуемое действие. Ну, что и получилось. Мне очень жаль, кто пострадал. Мне очень жаль, но толпа не управлялась. Ну, а может быть и кем-то стимулировалась. Скажите, вот эта встреча, на которой вы говорите, к штурму призывали, когда она состоялась, какого числа? И кто конкретно призывал к штурму? Ну, я думаю, что это рассматривалось и молчаливо, или... Я думаю, что это вопрос следствия. Я отвечать сейчас не могу этот вопрос. Извините, пожалуйста. Если такой вопрос будет... Но практически большинство присутствующих говорили об этом. Какого числа она была? Мне помнится 9 дней назад. Во вторник, ну, я могу предсказать примерно 9 дней назад. Я посмотрю, да, 9, может быть, 10 дней назад. А сегодня уже... Это было в штабе Рымашевского. На третьем этаже в районе вокзала. Присутствовал Никляев. Присутствовал Лебедька Анатолий. Присутствовали лица, которых я не знаю, но... Которые именно так же это поддерживали. Но дело и не в этом. Ведь еще раз хочу подчеркнуть. Это готовилось умышленно. Готовилось для того, чтобы... Сделать эти нарушения и не соблюдать закон. Идти против закона. Но главное, подготовить людей и именно идти на что. Ну, что и произошло. Что и произошло. Романчук осудил сегодня действия Санникова. Его позиция тогда была такой же на встрече? Я не знаю мнение Романчука. Если он осудил... Нет, Романчука он не присутствовал. Присутствовал его человек. Руководитель штаба, как он назвался. Романчука на встрече тогда не было. Это точно я знаю. Но ведь вы знаете, что в этот период, в том числе и 9-10 дней назад, мы просто ездили по регионам. И просто не все были в Минске. Но это ничего не говорит. Только вы высказались против силовых акций? Или же кто-то еще из... Ну, во-первых, мы не спрашивали друг у друга мнения. Мы просто выслушали мнение других. Но публично, вот так сказать, я сказал и ушел. Ведь некоторые еще остались. Сказать не могу. А давление, особенно на студентов, в плане досрочного голосования, вы рассматриваете как фальсификацию выборов? Что касается студентов, которых, как я видел в интернете, я считаю, что это нарушение избирательного кодекса. Однозначно. Но, в принципе, считаю однозначно нарушение, но считаю, что это должно быть найти отражение в определенных формах, документах и рассмотрении на соседании Центральной избирательной комиссии. Ну, а как вы оцениваете общий ход выборов именно 19 числа? Вообще, эту выборную кампанию президентскую я оцениваю как наиболее либеральной и демократичной. Вы знаете, что я участвовал уже в двух, это треть. Я вижу поворот, но вместе с тем я замечаю, невозможно так медленно идти к демократии. Это надо признавать. Я считаю, это наша недоработка здесь. Дополнить своим декретом присутствие в качестве членов не было принято. Мы говорили, конечно, плохо говорить, где можно храниться, но мы это не смогли вовремя преподнести. Главное, мы хотели максимально согласовывать свои действия, идти вместе. Где-то нам удалось.